Иногда нам сложно понять, как просить Бога. Но мы видим в Писании, что Господь дает нам смелость просить. В Якове 4,3 сказано, что молитесь, но не получаете, потому что молитесь неверными мотивами. В Якове 4,3 сказано, что молитесь ко мне, и я отвечу тебе, которые не знают. Более двадцати раз в Новом Завете нам заповедано просить. Ишуа говорит в Матфея 7,5, «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят». Господь может сделать больше, чем вы можете себе представить. Ефесянам 3,20. Бог может сделать даже больше, чем мы себе воображаем на основании той силы, которая действует внутри нас. Часто наше воображение очень ограничено. Я часто спрашиваю людей, насколько велик ваш Бог? Он настолько велик? Настолько велик? Или он настолько велик, что вы даже себе не можете этого представить? Некоторые люди говорят, у меня богатое воображение. И я думаю, что так и есть в каких-то случаях. И у меня богатое воображение, я думаю, но Божье воображение намного богаче. Растягивайте, расширяйте ваше воображение. Позвольте Богу повести вас дальше, чем вы себе это представляете. Молитесь, чтобы Господь благословлял вас. Чтобы открывал двери для вас. Чтобы давал мудрость говорить те слова, которые вы должны говорить. Чтобы, когда вы молитесь за людей, происходили разные вещи. Не будьте такими, как та женщина, которая молилась с одной стороны холма, за которым был колодец. Потому что ей каждый день нужно было перелазить через гору и брать воду. И однажды она посмотрела в окно. И сказала, Боже, убери эту гору. Чтобы мне не нужно было взбираться по ней, потом спускаться, чтобы добыть воду. Она пошла спать. Проснулась на следующее утро. Открыла шторы. Выглянула в окно. И сказала, Так я и думала. Она никуда не делась. Как часто мы так молимся? Да, нам смешно. Но как часто мы так молимся? Мы ждем, что Бог ответит на наши молитвы? Позволяли ли вы Богу дать вам большие амбиции в вашей жизни, в вашем служении? Вы когда-то даже хоть глазком видели, но то, что Бог хочет сделать в вашей жизни? И, может быть, самое важное, что вы могли бы сделать, это взять выходной, побыть самому с вашей Библией и сказать, Боже, помоги мне увидеть ситуацию, так как ты это видишь. Помоги мне увидеть то, что ты хочешь сделать. Не бойтесь стремиться к тому, что Бог хочет. Нет никакого сомнения, что амбиции вне Божьего контроля разрушительны. Но амбиции подконтрольны Богом они являются динамикой, динамичными. Я верю, что нет ничего невозможного для Бога для человека, который возложил все свои амбиции на Господа. Поэтому давайте верить Богу. Давайте молиться, чтобы Бог направил нас и повел нас. Мы можем молиться за себя, за наше служение. Мы можем молиться, чтобы Господь освобождал нас от того, что удерживает нас. Мы также должны молиться за себя. Это я уже сказал. Теперь, следующий момент. Нам нужно молиться за наших братьев, которые больны, которые переживают какие-то болезни. я говорил, я уже упоминал, что мы поговорим детально позже. Например, о молитве за больных, за тех, кто проходит разные сложности. Как это делать? О чем можем молиться? Какое должно быть отношение в этой молитве? Яков 5, 14, 15. If someone among you is ill, he should call for the elders of the congregation. They will pray for him and rub olive oil on him in the name of the Lord Yeshua. The prayer offered with trust will heal the one who is ill. The Lord will restore his health and if he has committed sins, he will be forgiven. Therefore, openly acknowledge your sins to one another and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is a powerful and effective. Если среди вас больной, пусть позовет старейшин собрание. Они помолятся о нем и помажут его оливковым маслом во имя Господа. Молитва, произнесенная с верой, исцелит больного. Господь восстановит его здоровье и если он согрешил, будет прощен. Поэтому открыто признавайтесь друг другу в грехах и молитесь друг за друга, чтобы вам исцелиться. Молитва праведника действенна и эффективна. Мы видим очень простые инструкции здесь. Но часто мы их не используем. Недавно я очень сильно разозлился на одного человека. Он был болен долгое время. фактически постоянно этот человек жаловался на сколько ему тяжело, какой он бедный и какой он больной. Я спросил, ты когда-то просил, чтобы за тебя помолились, но это не так важно. Я сказал, нет, это важно. Нам нужно смирение, чтобы признать, что мы нуждаемся в том, чтобы люди молились за нас. потому что иногда нам мешает гордость. Мы слишком горды, чтобы просить других. И в Якова интересен вообще сам порядок слов. Как будто бы здесь Яков своего рода упрекает или обличает людей. Потому что вначале этот отрывок начинается с вопроса, есть ли среди вас больной? Тогда позовет, пускай позовет старейшин собрания. Молитва должна быть основана на доверии, что Господь ответит на нее. Мы также должны молиться за тех, кто еще не уверовал. Или же за тех, кто являются верующими, но что-то неправильно происходит, возможно, в их жизни. мы должны также и об этом молиться. 1 Иоанн 5, 16. Здесь говорится о братьях, значит, о другом верующем. «Если кто-либо видит, что брат его совершает грех, который не ведет к смерти, пусть попросит, и Бог даст ему жизнь для того, чей грех не ведет к смерти. Есть грех, ведущий к смерти, и я не говорю, что он должен молиться о нем». Если мы видим кого-то в сложной ситуации, наша первая реакция должна быть молитва о них. Но часто наша первая реакция заключается в том, что мы судим людей. Мы указываем пальцем. «Ты не должен был просто это делать». Ну, конечно, он не должен быть. Но где твоя братская любовь? Где твоя обеспокоенность твоим братом? Мы должны молиться. Мы должны молиться за наших братьев, сестер, тех, кто участвует в служении также. Ефесянам 6, 18-20. Во всякое время молять всевозможными молитвами и прошениями в Духе. Молитвами и прошениями в Духе. многое мы можем сказать об этом и еще скажем. Нам нужно научиться молиться в согласии с Духом, в гармонии с Духом. здесь говорится о том, что мы молились неустанно и настойчиво, постоянно. имеется в виду неустанно. Имеется в виду вот это неустанно и настойчиво, то есть смысл этих слов, что мы должны наблюдать за нашими братьями, чтобы защищать и покрывать их. если вы вовлечены в лидерство, тогда это ваша ответственность молиться за тех, о ком вы заботитесь. и вы должны это делать постоянно. Вы ответственны. Вы не можете переложить это на кого-то другого. Если вы хотите быть лидером, тогда вы должны знать, что это потребуется от вас. Что вы должны молиться за тех, кого Бог вам дал, чтобы вы за ними следили. Вы должны следить за ними, а не править ими. и в этом большая разница. К сожалению, многие не понимают этой разницы. Павел даже здесь говорит, молитесь также за меня. Это говорит великий апостол. Он смирился и сказал, молитесь за меня. и вы можете удивиться, что даже такой сильный муж Божий, Павел, он просил о молитве. Да, мне нужны люди, чтобы за меня молились. И вы молите, многие молятся здесь за меня, когда я нахожусь в этих поездках, я благодарен за это. Когда я покидал свою церковь, я просил их, чтобы они молились за меня. Мне нужна Божья мудрость. Молитесь также за меня, чтобы всякий раз, как я соберусь сказать что-либо, мне были даны слова, чтобы я мог смело провозглашать тайну доброй вести. Я хочу, чтобы вы имели мудрость, чтобы Господь дал ее вам, и вы получили то, что вам нужно. Чтобы вы имели ободрение, или видели вызов. Если бы, как говорится, если бы я мог, я бы зажег вас огнем Духа Святого. Потому что Бог говорит, что Он хочет зажечь нас, Он хочет гореть внутри нас. Потому что это единственный способ достичь того, что Бог хочет. Он говорит, молитесь, чтобы я мог смело провозглашать тайну доброй вести. То есть, делать это так, как я должен. Надеюсь, я не буду обижать вас теми вещами, которые я буду говорить на этой неделе. но даже если это будет, я хочу провозглашать вещи сильно, твердо и ясно, потому что мы живем во времена, когда немногие люди делают это. когда они обращаются к вам, они украшают это множество цветов и добавляют еще сахар, чтобы был приятный вкус. Но я не уверен, что нам это нужно сейчас. Может быть, нам нужен кислый лимон, чтобы пробудиться. чтобы мы увидели по-настоящему то время, в котором мы живем. Я молюсь о том, чтобы я говорил правильные слова. Но чтобы я говорил эти слова так же ясно и четко, доступно. Теперь мы подходим к Личности Святого Духа в молитве. Какое место Он занимает в нашей молитвенной жизни? Как Он действует в нашей молитвенной жизни? В Римлянам 8, 26 написано Подобным образом Дух помогает нам в том, в чем мы слабы. Ведь мы не знаем, как следует молиться, но сам Дух ходатайствует за нас стинаниями столь глубокими, и что их невозможно выразить словами. Очень часто мы не знаем, как мы должны молиться. Мы часто сталкиваемся с ситуациями, которые нам кажутся совершенно невозможными, и мы не знаем, и мы не знаем, что нам делать. И в такие моменты мы нуждаемся в Духе Святом, потому что Он призван помочь нам. Сам Яшуа послал нам Его, чтобы Он был помощником, чтобы Он был утешителем тем, кто поведет нас и направит нас, чтобы Он научил нас. Я помню, как однажды я провел целый день на коленях, плача, страдая истинная, но ни одного слова я не мог произнести. И до сегодняшнего дня я не понимаю, зачем это было. Вообще не могу понять, для чего. Но Дух Святой сошел на меня. И как написано здесь, Сам Дух одатайствует за нас тянаниями, столь глубокими, и что их невозможно выразить словами. Но до какого-то момента, когда уже наступил вечер, в какой-то момент вечером это все прекратилось просто. И я почувствовал, что Бог сделал что-то где-то, что бы это ни было, о чем нужно было позаботиться. я верю, что Господь сделал что-то где-то в мире. Я почувствовал высвобождение, как будто бы какой-то груз был забран. одной из вещей, которые будет делать Дух Святой в нашей молитвенной жизни. или же целью его действия в нашей жизни является научить нас. Дух Святой поможет нам. в Луке 12, 12. Потому что, когда наступит то время, Руаха Кодеш научит вас, что вам говорить. Если вы позволите, Он научит. Если вы не будете следовать только своей логике, своему мышлению, иногда вам просто нужно остановиться и позволить Духу Святому научить вас. Второе. Его целью является направить нас. Римлянам 8, 27. И тот, кто исследует сердца, знает точно, что Дух думает, потому что его молитвы о Божьем народе в соответствии с Духом will. И тот, кто исследует сердца, точно знает, о чем думает Дух, потому что его мольбы о Божьем народе совпадают с тем, чего желает Бог. Дух Святой делает это. Он направляет нас для того, чтобы мы молились соответствующим образом, в соответствии с Божьей волей. Писание говорит, что чего не попросите во имя Мое и по воле Божьей вы получите. Если вы хотите получить Божий ответ, тогда вы должны знать, какова Божья воля в этой ситуации. и Дух Святой может помочь вам в этом, выяснить, какова Его воля. Третье. Целью Духа Святой является помочь нам в нашей вере. Ефесянам 3, 16-17. Я молюсь, говорит Паул, что из преследований Его благословения Он выгодит с внутренней силой его Слабой, так, чтобы Мессия живет в ваших сердцах через ваш вероятность. Также я молюсь, что вы будете в основе я молюсь, чтобы Он из богатства Своей славы наделил вас внутренней силой посредством Своего Духа, чтобы Мессия мог жить в ваших сердцах на основании вашего доверия Богу. Я также молюсь о том, чтобы вы укоренились и утвердились в любви. Очень часто эта внутренняя сила, которой мы нуждаемся, будет исходить от Духа. Четвертое. Он будет давать помазание молитве верующих. Мы часто называем это молитва в Духе. В Иуде, 20 стих, Иуды, вы же, дорогие мои друзья, созидайте себя в своей самой святой вере и молитесь в союзе с Руаха Кодыш. Глава 10. Дух Святой помазывает нашу молитву. Я очень часто находился в ситуациях, которых я просто не знал. не знал, что делать, но потом я молился на языках, на небесном языке. Потому что только так я понимал, что я могу принести Богу то, что мне нужно. 1 Коринфянам 12, 7 по 10 стих. 2 Коринфянам 12, кроме того, каждому человеку дается определенное проявление Духа, направленное на общее благо. Одному посредством Духа дается слово мудрости, другому слово знания от того же Духа. Кому-то вера тем же Духом, кому-то дары исцеления тем же Духом, кому-то чудотворение, кому-то пророчество, кому-то способность различать Духов, кому-то способность говорить языками разного рода, а еще кому-то способность истолковать языки. Дух Святой дан нам. Затем Он производит разные вещи. Но все они направлены на тело верующих, на тело Мессии, чтобы оно росло, чтобы оно было использовано силой Духа Святого. Не буду касаться всего, но мы еще рассмотрим это. Я сейчас закончу уже этот раздел, чтобы завтра перейти конкретно. Number 3 here, discouragement in prayer. What do we do? Number 3, where? Sorry? It's 5. It's number 5. No, we're on number 3 of this part. Yeah. What was the first and the second? The Holy Spirit in prayer. Yeah? Number 1, teach us. Number 2, guide us. Yes. Number 3, help us in our faith. Number 4, praying in the Holy Spirit. Yes. His special anointing. And... So, number 5. Yeah, no, 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 no. That was the Holy Spirit. Okay? Yeah. 1, 2, 3, 4, 5. Yeah? Yeah. Okay. Number 2 was the Holy Spirit in prayer. Okay? Yeah, you're losing track of the numbers. I know why. Not only me, because they also, who understands English, they ask what is number 3, 4. Yeah, but these were the Holy Spirit ones, okay? Yes, yeah. Number 2 was the Holy Spirit and then you had 1, 2, 3, 4. And then number 3 of all of the section is discouragement in prayer. Section, what were the first and the second parts? The second point was the Holy Spirit in prayer. Yeah, and the first? And the first one, I'm just having to go back here. I'm sorry, because they also asked me about that. first one, I just have to go back far enough. Oops. The attitude, okay, wait a minute now. One. One was general guidance in prayer. It's going way back to the beginning now. Первое, это, в общем, было общее направление в молитве, второе, Дух Святой, вот, а сейчас третий пункт. Да, да. Okay, we can run through this again tomorrow, if you like, just to give the clarity on the points, but I know why you're getting mixed up, because there's sections within sections. Yes. Yes. Okay, maybe we didn't name the first two with the names, that's why we asked. Yeah, okay. Okay. I'll try and clarify that then tomorrow. Okay. Завтра еще напомним себе. Okay, okay, no problem. So, discouragement in prayer. То есть, третий общий пункт это разочарование в молитве. Как разбираться с этим? Почему мы разочаровываемся в молитвах? Господь говорит, что Он слышит молитвы праведных. Притча 15, 29. Притча 15, 29. Притча 15, 29. Далек Господь от нечестивых, а молитву праведников услышит. мы часто можем разочароваться, когда мы видим мало результата или вообще его не видим. Ишуа сказал, что не переставайте искать, стучать и просить, потому что иногда необходимо просто настойчивость, и потому что не все придет быстро. Даниил был праведником. Например, ответ был удержан силами сатаны. Даниила 10, 12-13. И сказал мне, не бойся, Даниил, Даниил, ибо с первого дня, когда положил ты в сердце своем понятие и поститься перед Богом твоим, услышаны были слова твои, и пришел я из-за слов твоих. Но князь царства Персидского противостоял мне 21 день, и пока Михаэль, один из первейших князей, не пришел мне на помощь и оставался там при царях Персидских. И точно так же наши молитвы могут быть удержаны. И тогда мы начинаем разочаровываться. Но мы должны научиться не сдаваться. Иногда мы просим по неправильным причинам. Якова 4,3. Там сказано о том, что мы молимся и не получаем, потому что молимся с неправильными мотивами. Наши молитвы очень важны. Но если мы не находимся в гармонии с Богом, с Духом Его, тогда мы не получим ответ вовремя. У Господа свои времена и сроки. нам нужно иногда просто понимать это. У нас есть распорядок. Мы хотим, чтобы определенные вещи происходили. Но иногда наш распорядок это не Божий распорядок. Нам нужно понимать это. Я остановлюсь здесь. У меня есть еще один пункт, но я его закончу завтра. Мы завтра повторимся и пойдем дальше.